Привет всем! С вами канал The Bigeladio The Small House. Я продолжаю носиться сусмены, которые не очень понравилась зимовка у меня дома. Сухая зимовка под лестницей. Одна луковка у меня погибла, одна вот дала деточку. Так что я попробую в этом году оставить ее в открытом грунте. Судя по отзывам, она прекрасно зимует на улице в зонах 8, 9, 10, 11. У нас как раз, напоминаю, зона между 8 и 9. То есть в самой холодной зиме у нас получается зона 8, в обычной зиме это у нас получается зона 9. Так что в этом году я попробую высадить ее в открытый грунт и оставить на зиму. На зиму я просто присыплю ее как следует листьями, чтобы теплая подушка защищала ее от морозов. И вот я посажу ее, у меня тут справа миндаль, слева олива. Солнца она будет получать достаточно. Но при этом, при всем при том, она будет защищена от пекла. Приблизительно похожи природные условия. Итак, в этом вазоне у меня две луковицы сидит. В этом горшке у меня луковицы с кучей деток прошлогодних. Посмотрим, что получится. Громк буду использовать тот же. Так, вот, слегка я ее вытрусила. Потом просто добавлю удобрение. Так, камера неудобно работать с одной рукой. Но корешки у нее, конечно, мощные. Посмотрите, какие. Придется эту часть сразу вытряхнуть. Так, чтобы не засыпать сюда керамзита. Вот так. Это вот здесь до сих пор ее корень. Потому что корешки у них длинные. Вот тут деточка. Еще одна деточка. Вот так. Материнская луковица разделилась на кучу деток. Тут клещи. Еще детка. Так, раз, два, три, четыре. Придется все-таки мне их обработать в Меральде. Так что видео привожу после выкапывания на обработку. Ну, тут просто так же, как и в Гиппе. Почистить корешки. Замочить. Вот, видите. Все-таки в открытом грунте у клещей будет куча врагов. И они... Так. Ну, тут еще одна детка растет. Посмотрим, что у них получится. Сажать буду чуть-чуть подальше от капельного полива. То есть где-то в сантиметрах десяти. Я думаю, этого им будет достаточно. Посмотреть, какие мощные корешочки. Так, и тут еще... Тут у меня тоже, по-моему, уголь. Сидит крепко. Я думаю, этот мусор можно убрать. Что-то погрохот, а там все-таки у меня уголь. Опа. Вот. Нет, вот тоже керамзит. Так что это у меня пойдет на отсортировку. Добавлю еще сюда вермикомпоста в эту кочку. Все равно мне надо было облагораживать здесь почву. Ну, тут тоже раз-два детки. Три детки. Она уже сама отваливается от донца. Еще две детки на материнской луковице. У нас были дожди, и ее немножко залило. Руди бесится. Даже заплесневело. Так что... Пусть растет в грунте. Вот еще две. Тоже легко отделяются. В общем, тогда это сейчас все по традиционному рецепту на несколько часов. Замочу луковицу вот так в Меральде, чтобы убрать всех корневых клещей. Потом смажу это все Максимом и отправлю в грунт. Вот здесь будет как раз ей достаточно жарко, чтобы убрать всю плесень. Вот. Свежий грунт добавлю уже сюда попозже. Так. Проливать грунт чем-либо бесполезно, потому что это все-таки открытый грунт. Именно отсюда-сюда горшки и задувает клещей. Вот. Так посмотрим, что у нас имеется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать луковиц. Ну что ж, неплохо. Пойду это все отмачивать в Меральде. Напоминаю, это будет отмочено вот так. А остальное будет просто протерто тряпочкой. Все равно клещи налетят с ветром. Ну что ж. Дальше просто посадка. Ничего повторять уже не имеет смысла. Как всегда, сажается на горочку, корни расправляются и присыпаются грунтом. Вот где-то вот. Вот так вот они у меня и будут и в ту, и в другую сторону посажены уголочком. Будет у меня такая поляночка и смена. Удачного всем дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok